В эфире телеканал «Відкритый» с вами Анна Гривенчук и сейчас мы поговорим о том, как так действует транспорт города. Сегодня в наших гостях Игорь Игоревич Маковцев, директор Департаменту транспорта и транспортной инфраструктуры Дніпровской районной. Пан Игорь, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну что ж, в каком режиме сейчас работает транспорт Дніпра? Нагадайте, пожалуйста. Ну, в первую очередь хотелось сказать, что общественный транспорт в городе Дніпр не останавливал свою работу с момента начала боевых действий и, соответственно, стабильно работает на сию минуту. В городе работает 83 автобусных маршрутах, 35 маршрутов электротранспорта, ну и, соответственно, метрополитен. Выходит порядка 400 автобусов в автобусах, исчислений 106 троллейбусов и 124 трамвайных вагона. То есть, если в процентном соотношении, то на данный момент работает порядка 60% общественного транспорта в целом, как в довоенные времена. Электротранспорт и метрополитен работает в своем обычном режиме, то есть в полном объеме, как и в довоенное время. Автобусные маршруты были снижены в связи с падением пасажиропотока. Какой на разе пасажиропоток? Мы видим, что Днепрополь немного начинает открываться бизнес. Да, действительно, мы с понедельника мониторим ситуацию, видим увеличение, некое увеличение пасажиропотока. Если на прошлой неделе это было до 100 тысяч пассажиров в день, то сейчас мы наблюдаем 120-130 тысяч пассажиров в день. Но это все равно очень мало, то есть в довоенное время мы перевозили 550-600 тысяч пассажиров в день, то есть для сравнения. Скажите, пожалуйста, а такое снижение пасажиропотока все одно в моеме величезное? Как оно впливает на экономику Днепра и заголовок? Мне сложно оценивать все экономические процессы, которые повлекут снижение этого пассажиропотока. Но я думаю, не нужно быть экспертом, потому как транспортная составляющая находится в любом сфере народного хозяйства, в любом производстве. То есть в предметных цифрах, мы сейчас наблюдаем порядка в 5 раз снижение пассажиропотока, я думаю, примерно такая же ситуация с экономическими процессами. Наверное, потому что я не эксперт в этом вопросе. То есть максимально быстро я призываю всех граждан возвращаться на рабочие места, где это возможно, соответственно, подстраиваться, где необходимы люди, которые помогают армии. Ну и в целом военное время, то есть экономика должна со временем, я думаю, уже достаточно времени прошло, перестроиться на военные, так называемые, рельсы и продолжать работать. Скажите, пожалуйста, чи курсует транспорт так, когда у нас комендантская часа? Я имею в виду работников критической инфраструктуры. Смотрите, общественный транспорт, общественный транспорт не работает. Вы часы комендантского часа. Если вы говорите о доставке непосредственно работников критической инфраструктуры, а электротранспорт там и метрополитен, это также является, да, там, грубо сказать, критической инфраструктурой. Соответственно, там настроена логистика по доставке этих работников на место работы и, соответственно, домой. Что касается автобусных перевозчиков, то есть мы так подобрали и изменили график выхода подвижного состава, что они не должны передвигаться в комендантский час, потому как это сложно контролировать и настроить эту логистику. Это вообще небезопасно на самом деле. Потому было уменьшено время работы общественного транспорта. То есть у нас общественный транспорт отработает с 7 часов утра до 18 часов. Соответственно, этот промежуток полностью позволяет обеспечить пассажиропоток и вернуться людям обратно для того, чтобы не передвигаться в комендантское время. Ну и, соответственно, вся логистика на этом застроена. Если говорить о общей критической инфраструктуре, то есть как там хлебозаводы, теплоснабжение, электроснабжение, то, соответственно, на специальные эти автомобили, которые занимаются этой логистикой, то есть выданы пропуска, я не могу двигаться, соответственно, в комендантское время. Ну, вы должны понимать, что очень большая часть задействована общественного транспорта, который сейчас не выходит на линии, а в мирное время работал, на нужды армии, территориальной обороны, нацгвардии. То есть водители у нас ни одного дня не сидят дома, то есть мы выполняем просто совершенно другие задачи. Да, они не свойственны непосредственно общественному транспорту, но на данный момент это достаточно большая необходимость для того, чтобы обеспечить логистику непосредственно войскам армії. Еще хочу уточнить, еще на увазе, что есть вакансии, сейчас много кто втратил работу, возможно, есть вакансии водителей, электротранспорта, городского транспорта? У нас всегда были вакансии водителей, то есть у нас и в мирное время не хватало водителей, и в данный момент мы уже видим приток водителей из тех городов, где ведутся боевые действия. И, соответственно, мы готовы принимать на работу специалистов по всем направлениям, которые требуются непосредственно по общественному транспорту. Мы никого не бросаем. Была перераспределена работа обслуживающего персонала или так называемого административного персонала, то есть те люди, которые не задействованы в данный момент, они могут работать на дистанционке, и по необходимости мы их вызываем на место. Ну, а, соответственно, стратегические специальности, как водители, слесаря, электрики, механики и так далее, они нужны всегда. Что до льготного периода, нет сейчас никаких ограничений? Ну, там, как были бы часы, например. Да, никаких распоряжений по этому поводу не выдавалось, потому что, да, экономические процессы на автобусных перевозках желают, так мягко говоря, лучшего. То есть мы порядка 7 тысяч литров топлива спаливаем сейчас дополнительно на автобусных маршрутах. Но при этом каких-либо документов, либо распоряжений об ограничении льготного проезда не издавалось. Что до вас будет такая вопрос, у нас в месте написали, если, например, человек едет в троллейбусе или трамвай, и на разе угнает сирена, или может она как-то вимагать, чтобы транспорт остановился, чтобы выйти и найти найближшее укритие? Тут спорный вопрос, на самом деле. Да, очень спорный вопрос. Мы его обсуждаем с военной администрацией, то есть, ну, движущаяся, как бы, цель, она снова же в спорном режиме имеет определенные, как бы, преимущества к стоящей, да, там, образно неподвижной цели, если так грубо говорить. Но мы смотрим, если действительно мы понимаем, что рядом существует какое-то локальное большое помещение, где можно укрыться, то, соответственно, конечно же, можно остановиться и переместиться в это укрытие. Потому как, грубо сказать, выпускать людей на дорогу посреди непонятной местности и куда в данный момент человеку идти, никто не знает, да, тому грубо сказать. Потому что человек знает, где располагается место укрытия в районе его жилья. Если человек перемещается по городу, он же не должен знать все места эти, для того, чтобы, ну, в принципе, да, пользоваться общественным транспортом. Но эта проблема есть, мы ей занимаемся, согласовываем с военными наши действиями. Доброе, с чем еще выникает складно, что, возможно, есть информация, которую мают знать днепряни, вам есть что им сказать? Ну, на данный момент складно, как раз то, о чем я уже говорил, то есть это непосредственно экономическая составляющая нашей страны. То есть мы обращаемся постоянно, и я в прямых эфирах и на брифингах обращаюсь к всем предприятиям, всем фирмам, частным компаниям, неважно какой формы собственности, необходимо запускать экономические процессы, необходимо подстраиваться, необходимо находить пути, решение для того, чтобы запустить экономику, запустить работу. Если запустится экономика, соответственно, появится пассажиропоток, мы доставим и увеличим выпуск подвижного состава, ну и, соответственно, мы начнем работать в штатном режиме. И, ну, я считаю, что нужно уже за три недели привыкнуть к сложившейся ситуации, мы от нее никуда не уйдем, но доводить до критического состояния экономики тоже это неправильно. Что хочу уточнить, возможно, давайте людей заспокойно, чи есть, так, скарги и требования АТП, например, увеличить проезд в маршрутках? Нет, об этом сейчас никто не разговаривает. О повышении проезда в маршрутках я еще раз повторюсь. То есть военная администрация берет часть затрат, которые сейчас не обеспечены непосредственно своими экономическими процессами на себя. И давайте нагнаем, как работает метрополитен? Метрополитен работает в штатном режиме, то есть в времена работы, да, там с 7 до 18 курсируют 5 поездов, а потом метрополитен используется как временное укрытие, на станциях находятся поезда остановлены, где можно расположиться, используя это помещение поездов. Каждый день, ведь, ну, ночью, да, на станциях располагается порядка 700-800 человек. Если звучит авиа-опасность, то это количество человек увеличивается в несколько раз. Станции все оборудованы на случай длительного пребывания питьевой водой, установлены фильтра, проведено альтернативное энергоснабжение на случай отключения электроэнергии, то есть аварийное освещение, выкачка так называемой воды, да, то есть образно обеспечение жизнедеятельности метрополитена в полном объеме на данный момент работает и функционирует, и, соответственно, есть резервы. Параллельно еще волонтеры помогли обустроить места для мам с маленькими детьми более комфортные. Ну, на данный момент я не вижу в этом никаких проблем. Дякую вам, что вы нашли час до нас завітати. Нагадую, что наш гость сьогодні был Игорь Маковцев, директор департаменту транспорта и транспортной инфраструктуры Дніпровской межради говорили про транспорт, роботу метро, то, что проезд не будет дорожчать ни в каком разе, а еще что делать, например, когда сирена. Я вам дякую за увагу. С вами была Анна Горбачук. Телеканал «Відкритий».